Социальное предпринимательство как новый тренд. В столице появляются рабочие места для людей с особыми потребностями. Различные занятия предоставляют в частном благотворительном фонде Адалниет Астана. Он работает 8 лет и за это время превратился в целый комплекс, в котором расположился реабилитационный центр, пансион для пожилых, различные цеха и мастерские. Как все это можно объединить в одном месте, расскажет Иван Тулинов. Диагноз поставленный Яше еще при рождении для его родителей прозвучал как приговор. Они мало о нем слышали, а потому обратились за помощью к специалистам. Сейчас мужчина живет в пансионате. Жители пансионата могут не только получать медицинскую помощь, но и заниматься делом. Александр нашел себя в огородничестве. Правда, в зимний период теплица не работает, поэтому в основном время проходит в тренажерном зале. Земли надо сеть было, будем выращивать помидоры, огурцы, столовую. Кормить-то надо на больниках, но еще есть тульетерапия. Караоке поем. Караоке поем. Караоке, да. Ничего себе, у вас целый спектр развлечений. Столярка, скажи, что вы. Да, столярки. Спасибо. Сваркой занимаемся. Тренажерный зал, караоке, сауна, бассейн. А еще столярный, швейный цехи, типография. Умещается это все в комплексе площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Две восьмиэтажные башни, соединенные общим холлом. Здесь реабилитационный центр, пансионат, хоспис. Здание предоставил банк под льготный кредит по программе государственно-частного партнерства. Видите, вон-то одна башня, 8 этажей. И пентхаус там у нас, своя библиотека тогда. И мы во второй башне. А вот наша теплица, наверху у нас ресторан. А скажите, где инвалидности должны люди с инвалидности гулять? Здесь ущемляет же, не разрешает же. Мы разрешили. Мы здесь делаем ремонт, банкеты на 200 мест. А вот здесь, в этой башне наверху, что? Вот здесь все, ребят. Там наверху, на восьмом этаже. Вот швейка, хотите, посмотрите. Труд как часть терапии. Цель врачей и социальных работников – научить подопечных какому-нибудь занятию. Одни приобретают утерянные навыки, другие даже осваивают новые профессии. Приносят город нам вещи, книги. Ну и вот тут что-то много галстуков, и вот решили сделать под табак. Мужские галстуки узнаете? Если же труд приносит еще и доход, то такое занятие приятно вдвойне. Сейчас здесь выполняют один из заказов – изготавливают эко-сумки. А в этом цехе на экологическую замену пакетом наносят принт. Дядя Юр, приветствую. Это дядя Юра, наш молодой человек даже, дядя Юра. Ну скажи, что ты делаешь, скажи. Я сушу сумки, это, трафареты. После трафарета. Да, после. Еще, еще. Вот они. Это министр экологии наш. Вот он утвердил эту слогу, и мы вот его делаем. Еще один коммерческий проект – изготовление рекламных брошюр для одного из супермаркетов. Помимо частных заказов, центры выполняет и государственные, а также получает гранты. На это и существует. Можно вас попросить столик сзади? Вон, он сзади. Вот так поставим, да, сюда ставьте любой один. И у нас мечта такая, как в Корее, вот они на улице выкатывают их. Вот, теперь разрешение, спрашиваю лифт, чтобы поставить. Они очень мобильные. Видите, тормозные вот эти все есть. Раз, ее можно и так повернуть, чтобы они друг с другом разговаривали. Большую часть работы внутри центра сотрудники и подопечные делают самостоятельно. Побелить потолок, постелить ламинат. Жители пансионата сами сшили шторы, а для выбора цвета стен устроили голосование. Ну, так, чтобы было приближено к дому. Что и не дом, и не этот такой вариант. Все вот, тему, даже психо, вот, свет подобрали, потому что по соматике это самый успокаивающий свет. Скандинавский мох. В этом центре появляется надежда на новую жизнь. Без страданий, лишений и унижений. Изначально он был рассчитан только на стариков, но затем стали обращаться и пациенты других возрастов. 30, 40, 50 лет. Вроде бы они не пожилые, но и не старые, и не молодые. И для них стали вот создавать такую возможность, площадку, где они смогли бы реализовать себя, найти своих по духу людей, по интересам, по общению. Вот, и вот в равной, в равной среде они смогли реализовать. Это значит труд, общение, работа, питание, отдых, сон. Ну, вот такая жизнь, которая бытовая, она незаметна для большого населения, но она очень сакральная для них. Здесь готовы помогать тем, кто оказался в тяжелых жизненных условиях, остался без жилья или близких, или нуждается в уходе. Цель – показать каждому, что он нужен и может быть полезным. Словом, лечить не только от физических недугов, и от того, что называют социальным одиночеством. Иван Тулинов, Наурас Базаров, Хабар, 24.